Друзья, всем привет! С вами Олег, сегодня бы я хотел с вами поделиться подробной инструкцией о том, как я добирался из Германии в Россию, тем более данная тема актуальна в преддверии Нового года и ситуации с затяжным локдауном в Германии. Если вам интересно данное видео, то оставайтесь со мной до конца и погнали! Внимание! Данная тема видео актуальна на 29 ноября 2020 года. Если вы планируете свою поездку в Россию позже, то обязательно ознакомьтесь с информацией из основных источников. Самые полезные из них, естественно, я прикреплю в описании к видео. Кому вообще разрешено приезжать в Россию? На официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации подробно расписано, кто может въехать в Россию во время пандемии. Ссылку, естественно, я оставлю в описании. Но вкратце вам скажу, если у вас имеется паспорт гражданина Российской Федерации или вид на жительство, то вы беспрепятственно можете приехать в Россию. Как попасть в Россию? На сегодняшний день самый эффективный вид транспорта, естественно, это самолет. Но, как вы уже знаете, что прямое авиасообщение между Германией и Россией очень сильно ограничено. И вероятность, что вы попадете на данный рейс очень мала. Таким образом, необходимо искать какую-то транзитную страну, у которой и Россия, и Германия будут иметь соглашение о въезде. На мой взгляд, самый эффективный вариант является Турция. И я тоже принял решение приобрести билеты Берлин-Стамбул-Казань и полететь через Турцию. Я приобрел билеты эконом-класса за две недели до вылета у авиакомпании Турецкие авиалинии. Стоимость туда и обратно составляла 319 евро. Также в данную стоимость входит багаж весом до 30 килограмм. Внимание! Имейте в виду, если вы планируете лететь турецкими авиалиниями, в принципе, и большинство авиакомпаний имеет такие же правила на время пандемии, вам разрешается проносить в салон самолета ручную кладь максимум до 4 килограмм и размерами 40 на 30 на 15. К примеру, под эти размеры подходит сумка из-подунбука. Также тот багаж, который я планировал тоже проносить в ручную кладь, это рюкзак весом до 8 килограмм. К сожалению, авиакомпания мне запретила его проносить, и я его сдал в багажный отсек. Но не расстраивайтесь, если у вас чемодан и рюкзак не более 30 килограмм, вам разрешается провозить два данных места в багажном отделении. Как я говорил уже и ранее, я летел по маршруту Берлин-Стамбул-Казань, и раньше, когда я летел в Россию, я всегда пользовался аэропортами Теги-Лишон-Афельд. Сейчас у меня посчастливилась огромная возможность вылетать с аэропорта Брандебург. Естественно, мне было интересно вообще, как этот аэропорт работает, какая его инфраструктура, и я в него приехал заранее пораньше. При входе в аэропорт обязательно на себе необходимо носить маску. Вы проходите процедуру регистрации на рейс, далее вы сдаёте весь багаж и проходите паспортный контроль. Ни на каких участках, ни на каких этапах у меня не проверяли температуру, я просто успешно прошёл паспортный контроль и дожидался своего рейса. Когда осуществилась посадка, на входе у нас тоже не проверяли температуру, обязательно всем раздали маски дополнительные, мы сели на рейс и полетели. Также во время полёта нам раздавали еду, это единственный момент, когда нам разрешалось снимать маски. По прилёту Стамбулу после посадки я прошёл в транзитную зону. Далее я там ожидал свой самолёт до Казани. Поскольку время ожидания составляло 6 часов, у меня была огромная возможность тоже ознакомиться с аэропортом Стамбула. Скажу вам, что он просто очень большой и у меня была огромнейшая возможность посетить все уголки этого аэропорта. И я был очень сильно удивлён основным залом, где находятся и дьюти-фри, и многие кафешки. Если вы захотите перекусить, то обязательно поднимайтесь на второй этаж. Там очень большая зона футкорта, где можно недорого перекусить. Перед посадкой на самолёт в Казань у нас у каждого замерили температуру. Также во время полёта нам всем раздали бланки от Роспотребнадзора, где нам необходимо было заполнить персональную информацию в виде контактных данных, куда мы направляемся в России, также указать сидячее место в салоне. После заполнения данных бланков и по приземлению самолёта в Казани на выходе нас ждал сотрудник аэропорта, к которому мы должны были сдать эти данные бланки. Дальше у нас проходила процедура паспортного контроля и получения багажа. После выхода из зоны прилёта вас встречают сотрудники медицинских учреждений, которые предлагают услуги прохождения теста на коронавирус сразу в аэропорту. Стоимость данного теста составляет 1270 рублей. Естественно, для того, чтобы сэкономить время, я согласился пройти тест в аэропорту, заполнил договор, оплатил сумму. Сразу скажу, что сумму можно заплатить как и карточкой, так и наличными, если они у вас имеются. В договоре вам необходимо указать актуальный адрес электронной почты. Она необходима для того, чтобы вам пришли результаты тестов. После того, как результаты будут получены, вам необходимо их загрузить на портале государственных услуг, и после чего вы можете свободно перемещаться на улице. Во время ожидания получения тестов период ожидания составляет порядка 2-3 дней. Имейте в виду, что на этот период желательно поменьше выбираться на улицу. Важный момент. По прилету в Россию вам необходимо сдать тест на коронавирус в течение первых 3 дней. Если вы решили сдавать тест не в аэропорту, а в какой-то другой клинике, то имейте в виду, что название теста должно быть COVID-19, тест на коронавирус методом ПЦР. Если вам понравилось данное видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал, для того, чтобы не пропустить последующее видео. Всем спасибо большое за внимание. Надеюсь, данная тема для вас была интересна. Берегите себя и своих близких. Пока-пока!